Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я всегда с радостью принимаю участие во всех вебинарах и семинарах, которые касаются именно лечения пациентов старческого возраста, потому что я, будучи еще хирургом на начальных этапах, избрал для себя путь лечения больных пожилых, потому что я считаю, что это действительно самая высокая медицина. Вот эти пациенты самые сложные, требуют специального подхода, о чем я хочу сегодня и доложить, о нашем видении этой проблемы, о наших возможностях. И мой доклад называется «Несколько иначе, нежели вы представили». Это вы меня попросили доложить в таком контексте, является ли возраст препятствием для хирургического лечения больных старше 60 лет скорорекциальным раком. Я немного подниму планку не старше 60, а я доложу о нашем опыте лечения пациентов старше 75 лет. То есть для нашей клиники пациенты 60 лет – это стандартная хирургия, стандартные подходы, то есть мы не выделяем этот возраст как какой-то особый, а вот пациенты старше 75 лет, они уже требуют определенного подхода, о чем я сегодня и расскажу. Как мы видим, что динамика продолжительности жизни в мире идет прогрессивно на улучшение. В России, как мы видим, начиная с 90-го года, планка уже поднята, и средний возраст пациентов и ожидаемый возраст в России – порядка 73 лет. К сожалению, бывают коллизии в виде ковида, но я думаю, что мы поборемся, тем более нам есть на кого равняться в этом отношении. Как мы видим, в Японии уже давно люди перешагнули планку далеко за 80, то есть женщина у них доживает практически до 90 лет, поэтому мы также будем стараться поднимать нашу продолжительность. Чем это шревато, к сожалению? Увеличение продолжительности жизни неименуемо приведет к росту заболеваемости колоректального рака. Мы уже видим тенденцию с 80-го года по 20-й частота выявляемости первичных колоректальных раков увеличилась почти на 28%. Возраст и колоректальный рак, мы знаем, что колоректальный рак – это возраст ассоциированное заболевание, и более 60% случаев выявляется у лиц старше 70 лет. 43% пациентов старше 70 лет имеют высокий риск именно колоректального рака. Средний возраст заболевшего 69 лет, он растет. И максимальный риск выявления колоректального рака и риск заболеть им приходится на 80 лет. Но что же мы видим? Менее 15% пациентов старшего возраста включены в клинические исследования колоректального рака по каким-то этическим проблемам, по малому прогнозу продолжительности жизни. То есть эти люди заведомо исключаются, дабы не испортить ни статистические показатели и в неком случае приукрасить исследования. Что это приводит? Это приводит к незнанию, как лечить этих больных, и в результате менее 50 больных старше 70 лет вообще не получают радикальное лечение. А пациенты старше 80 лет в 75% случаев вообще являются угрожаемыми остаться за пределами медицинских учреждений, где с большей вероятностью будет отказано от хирургического лечения в радикальном объеме. Что же они могут получить, на что они могут рассчитывать? На редуцированную хирургию ограниченные резекции, ограниченные лимфодисекции, что неминуемо ведет к неблагоприятным результатам в перспективе. Причина отказа – это переоценка хирургических рисков у пациентов старше 75 лет. Но ежели и оперировать, то в каком объеме? Является ли возраст противопоказанием для выполнения каких-то больших операций, расширенных, или же надо остановиться на удалении просто опухоли на ограниченных резекциях, а то и подчас просто стомирование. Мы видим, согласно японской классификации, пациенты с колоректальным раком 3-й стадии и 3-й и 2-й стадии должны быть оперированы с лимфодисекцией в объеме D3. При 1-й стадии допускается D2, но в некоторых случаях рекомендуется и выполнение D3 лимфодисекции. И поэтому, чтобы понять и сделать для себя некие точки отправные, как же их оперировать пациентов старшей возрастной группы, мы с 2008 года провели исследование, которое называлось «Выбор объема лимфодисекции при колоректальном раке» у пациентов старшего возраста. Исследование носило проспективно-ретроспективный анализ. На проспективной группе мы анализировали пациентов 2-й и 3-й клинических стадий с колоректальным раком. И что мы оперировали в радикальном объеме, отличие было лишь выполнение объема лимфодисекции D2 или D3. Но я так думаю, что онкологам нет необходимости объяснять, что такое лимфодисекция D2 и D3. И что мы увидели? У нас были оперированы пациенты старше 75 лет, средний возраст групп составил порядка 83 лет, это средний возраст, и они были сходны по всем исходным данным. И мы увидели, что выполнение расширенных вмешательств не привело к каким-то либо ухудшениям по послеоперационной или госпитальной летальности, по 30-дневной и 90-дневной летальности. То есть расширение объема операции не привело к ухудшению непосредственных и краткосрочных результатов хирургического лечения. Однако мы столкнулись с тем, что расширение операции, расширение лимфодисекции привело к тому, что в группе D3 был высокий риск развития острого послеоперационного инфаркта миокарда, что в нашем исследовании равнялось 12% в сравнении с группой D2, где послеоперационный инфаркт развился в 2,5 случаях. Также была тенденция, но равная в обоих группах, к высоким частотам послеоперационного делирия. Однако, несмотря на это, несмотря на высокую частоту инфаркта, отследив отдаленные результаты лечения, мы пришли к выводу, что выполнение расширенной лимфодисекции в объеме D3 благотворно отразилось на отдаленных результатах, мы видим, что группа D2 средний показатель безрецидивной выживаемости составил почти 53 месяца, в то время как группе D2 всего лишь 45. Если разбить отдаленные результаты по стадиям, то мы видим, что при второй стадии также было отмечено улучшение при выполнении D3, что может говорить о недостадированности на дооперационном этапе. Но невыполнение лимфодисекции D3 при третьей стадии привело к тому, что в данной группе медиана выживаемости была достигнута в сроке в 32 месяца. То есть через 32 месяца половина пациентов, оперированных при третьей стадии с лимфодисекцией D3, D3, ой, D2, они от нас, к сожалению, ушли по причине смерти. Это все безрецидивная выживаемость не могла не отразиться и на отдаленных результатах лечения в плане пятилетия общей выживаемости, которая в группе D2 составила всего лишь 59%, группа пациентов, оперированных D3, составила 80%, что было статистически значимым показателем. И такой результат, я думаю, он достаточно весомый в пользу лимфодисекции D3 у пациентов старческого возраста. Мы выполнили многофакторный анализ влияния предиктов на общую выживаемость и было отмечено, что возраст 85 лет, инфаркт миокардов в анамнезе и индекс коморбидности выше 7 баллов влияет отрицательно. То есть увеличивает риски летального исхода в общей выживаемости. А лимфодисекция имела обратную связь и улучшала прогноз пациентов, оперированных с радикальными намерениями. И у нас стала дилемма. Вот пациенты старческого возраста, как их оперировать? Оперировать, несмотря на то, что у них есть инфаркты миокарда, высокие риски иметь высокую частоту послеоперационных инфарктов миокарда. Где найти тот инструмент, который помог бы нам справиться с этой проблемой? Или же отказаться от этих операций? Потому что группа, в принципе, 100 пациентов, это можно называть небольшое исследование. И при увеличении количества больных и летальность с большей вероятностью увеличилась. И послеоперационные осложнения также пошли бы в гору. И вот с 2017 года я посетил славный город Питер, Санкт-Петербург. На съезде гериатров у вас проходили пушковские чтения, которые, в принципе, перевернули мое мировоззрение в плане отношения к пожилым людям. Я узнал много нового. И вот мы считаем, что 2017 год и стал переломным моментом в нашей клинике, когда мы провели интеграцию гериатрических достижений наиболее современных в нашу клиническую онкологическую практику. Мы узнали много нового. Мы узнали, что есть старческая остыния, которая может быть обратима, что имеется помимо коморбидности, полиморбидности, еще гериатрические синдромы, которых в настоящий момент насчитывается более 85. Для себя мы отобрали, по нашему видению, хирургов, наиболее значимые для нас это мальнутриция, саркопения, когнитивное нарушение, депрессия, ну и социальные в некоторой степени. И как это все, как мы это все применили в своей практике? У нас есть врач, в частности, это я. Я изучил, в принципе, все возможные инструменты гериатрического исследования. Мы ввели в нашу клинику обязательно комнату гериатрическую оценку, которая позволяет нам судить не только о полиморбидных состояниях больного, но также на его изменения, присущие любому стареющему организму. И в данной ситуации нам удалось создавать некий портрет, исходя из которого мы уже могли планировать и его возможности спланировать дальнейшую подготовку. И в нашем проспектовом исследовании было включено 90 пациентов. И что мы получили прямо при начале нашего анализа, что большая часть, более 50% уже имели синдром эстальской астении, причем некоторые в достаточно выраженной степени. И опять же нам в помощь пришли наши друзья-гериатры, которые нам посоветовали, что таких пациентов надо готовить. Мы, в принципе, разработали программу коррекции гериатрических синдромов, так как желание оперировать стариков, оно было достаточно сильное. Мы изначально не очень верили, что диетой, активным образом жизни, лечебной физкультуры можно как-то пациента 80-90 лет привести в достаточно стабильное состояние и прооперировать, выполнить ему большую операцию. Но, как мы видим, оказалось это действительно так. Мы видим, что на данных слайдах представлены результаты преабилитации, коррекция мальнутриции, диета, диета плюс, хиппинговое питание при необходимости, коррекция саркопения, лечебная физкультура, активный образ жизни достаточно плодотворно повлияла именно на выраженность геретических синдромов. Они все стали минимизироваться. Также немаловажное значение мы придавали и когнитивному тренингу. Казалось бы, как может хирург воздействовать на когнитивное состояние пациентов. Однако казалось действительно так. Даже одной разъяснительной беседы объяснению пациента необходимости операции, разъяснение ему безопасности операции и оказание ему моральной помощи в послеоперационном периоде, привело к тому, что уже при контрольных исследованиях можно было на один балл увеличивать показатели шкалы когнитивных нарушений. Мы рекомендовали отказ от просмотра телевизора. У меня все бабушки и дедушки старались читать Есенина, Пушкина и в последующем многие декларировали мне четверостишья, о чем я и судил, как в принципе о том, что все идет по плану. Некоторые ситуации требовали продолжения неропротективной медикаментозной терапии уже в стационаре. Мы назначали нейропротекторы, но это при определенных ситуациях и тогда, когда к сожалению был высокий риск когнитивных нарушений и люди не могли пройти ни единожды и ни дважды так называемый клок-тест. Достаточно очень показательно и рекомендую всех взять в свою практику для пожилых людей. И что мы отследили? Мы увидели, что в принципе наибольшее осложнение в нашей группе были именно у пациентов, которые приходились на категорию хрупкие. В этой группе наиболее часто встречался послеоперационный делирий, несмотря на проводимую подготовку раневые осложнения. Однако при всех этих тяжелых состояниях, больших операциях, все эти пациенты, оговорюсь, были оперированы с лифодисекцией в объеме D3, D2 сюда здесь пациенты уже не включались. Но мы уже замечаем, что в принципе здесь достаточно несерьезные осложнения, характеризуемые лишь Клавендиум Д2, которые в принципе не требовали каких-то повторных хирургических вмешательств и в большей степени корректировались консервативными мероприятиями. Вот так вот, к чему все это было. Посмотрите, каждый, наверное, хочет видеть вот такого старика. И мы в большей степени не владея знаниями гириатрии, последних достижений гириатрии. Мы так его и видим, потому что мы видим лишь одну часть вопроса. Мы видим его полиморбидность, возможно, коморбидность, но мы забываем про те 85 гириатрических синдромов, которые также могут влиять на его состояние и оказать отрицательное влияние на послеоперационное течение, вообще на ход самого периода выздоровления данного пациента. А знание гириатрических аспектов идет к тому, что мы видим, что в этой казалось бы крепкой крепостной стене уже где-то временем цементик выветрился, который связывает человеческие возможности в единое целое и позволяет ему в дальнейшем перенести серьезные хирургические решательства. И вот цель хирургической преабилитации именно заполнить эти пустоты и собрать человека в единое целое подготовить его и потом прооперировать с хорошим исходом. Что мы сравнили? Вот стандартный подход, который был использован нами в ретроспективной части и уже наш новый гириатрический подход к пациенту с колоритального рака, который мы выполняли с 2017 года. И что мы увидели? Знание гириатрических синдромов, проведение гириатрической преабилитации позволило нам оперировать группу пациентов, которая превосходила предыдущую группу ретроспективную по своей полиморбидности. Мы увидим 80% пациентов имели показатель индекса Чарсона более 7. АСА 3 соответствовало 70% в группе КГУ по сравнению с тем, что при стандартном подходе в большей вероятности и я уже точно не могу сказать, но мы скорее всего отказывали этим пациентам таких больших хирургических вмешательств. И несмотря на то, что эти группы были тяжелые соматически, тяжелые по анестезиологическому риску, мы добили снижения острого инфаркта миокарда почти в 6 раз. Посмотрите, был 12%, стал 2,2%, что было статистически значимо. И отмечена тенденция в снижении частоты развития когнитивной декомпенсации в виде послеоперационного делирия. Мы почти в 2 раза снизили частоту послеоперационного делирия. При этом, несмотря на то, что группа КГУ, комплексно-гериатрической оценки, была более тяжелая, мы не заметили никакой разницы ни в послеоперационной, ни в 30-дневной, ни в 90-дневной летальности. То есть можно брать пациента в тяжелую группу, оперировать и при этом соблюдая все стандарты онкологической помощи, хирургической с хорошими, я сказал бы, очень даже хорошими результатами. Таким образом, комплексно-гериатрическая оценка это мощный инструмент в руках онкоколопрактолога. Коморбидность, полиморбидность и хрупкость это не причина отказа от радикального хирургического лечения. И, как я люблю повторять, заканчивая все свои доклады про пациентов старшего возраста, пациенту старшего возраста неэтично отказывать необходимым хирургическим лечениям. Это наши больные, ваш покорный слуга. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok